здравствуйте мои дорогие вы находитесь на канале дмитрия трофимова и я тот самый дмитрий трофимов а мы с вами находимся в очередном кафе мы любим ходить по кафе снимать там видео это ближе к народу как говорится нам а сегодня мы с вами поговорим о теме как понять что друзья вас не уважают или как понять что ваши друзья токсичны и понеслась и давайте сразу признаки поехали первый признак что друзья ваши токсичные не уважает вас они постоянно на вас давят то есть когда вы говорите нет вы не хотите что-то делать друзья не слышат ваши нет они говорят все равно там например от вези нас куда-нибудь там одолжить денег а вы говорите я не хочу или у меня нет они все равно продолжает давить и они не просто давят они манипулируют что там тебе к армии будет плюс 5 а если ты это не сделаешь что мы на тебя обидимся то есть они продолжают давить разными манипуляциями а при этом вы пытаетесь сегодня сказать нет ну да это признак токсичность и неуважение к вам второй признак да и кстати почему это признак токсичности потому что они манипулируют когда вы говорите нет второй признак это постоянная критика вас идет то есть они видят например вашу одежду им что-то не нравится ваша одежде может быть ваше поведение не нравится а когда вы становитесь прям каким-то может быть уверенным себе они наоборот отсутый только уarsеный зачем-то это делаешь то То есть, когда вы становитесь лучше друзей, каким-то образом лучше, но это же неплохо, они тоже могут к этому стремиться, но они вас гасят, они не выпускают вас, они не позволяют вам стать лучше. Или они просто гасят постоянно в вас вашу самооценку, постоянно идет критика. Это второй признак. Третий признак. Они постоянно говорят. То есть, вы слушаете, вы знаете такой просто слушатель. Они не дают вам даже слова сказать. Как только вы что-то хотите поделиться чем-нибудь, они вас перебивают и начинают что-то говорить о себе. Постоянно говорят о себе. Везде постоянно говорят о себе. Следующий признак. Они больше начинают вас дебать негативно, критиковать, когда вы находитесь в кругу, может быть, каких-то других друзей. То есть, ваши есть одни друзья, например, один друг, и может быть еще какие-то два друга, которые не знали этого друга. То есть, вы вместе в одной компании собрались, и токсичные начинают еще больше вас атаковать, еще больше критиковать и высмеивать и так далее. А другие ребята начинают смеяться над вами еще больше. Это тоже признак токсичности. Следующий признак токсичности – это выражение «я же просто пошутил». Я же просто пошутил. То есть, он сначала кусает, больно, неприятно, вы обижаетесь, расстраиваетесь, а он говорит «да что-то я же просто пошутил». А вы можете защищать себя и сказать «мне не нравится, что ты говоришь». А он говорит «да ты что паришься, что-то такое серьезное, я же просто пошутил». Это тоже признак токсичности. Следующий признак токсичности – это когда вы делитесь своими планами, и может быть, уже вы сама развиваетесь. Например, проходите мою практику по словесной импровизации, а друг говорит «что за чушь? Что это? Это все ерунда, зачем тебе это?» Или могут сказать, что ты не справишься, у тебя не получится, ты всегда такой был неудачник, ты всегда таким останешься. Не надо высовываться, живи как живешь. То есть, они высмеивают ваши планы, ваше саморазвитие. Следующий признак – это когда вы поделились своими какими-то душевными переживаниями, какими-то своими проблемами, своими ошибками, вместо того, чтобы вас поддержать, этот человек начинает вас еще сильнее атаковать. То есть, он использует ваши слабости против вас. «А помнишь, ты говорил, что ты плакал? Фу, девчонка, помнишь, как ты два года назад плакал? Фу, истеричка, ха-ха-ха-ха!» Это признак токсичности. То есть, все, что говорит человек, именно свои, вот открывается миру, переворачивается ему в минус. А надо его просто поддержать. Ну, если не поддержать, ну, хотя бы просто выслушать. Ну, если выслушал один раз, хорошо, ты выслушал один раз, но второй раз человек продолжает его опять же. Если там говорить о своих проблемах, те же самые повторяются проблемы, да, это, конечно, уже не очень хорошо, но использовать против человека его же слабости, это не экологично. Следующий признак токсичности – это самоутверждение за его счет. Мы уже говорили о том, что он постепал, потом сказал, что это просто шутка, да. Мы уже говорили о том, что человек может покритиковать. Но я сейчас говорю именно о самоутверждении за чужой счет. Это когда он на вашем фоне пиарит и говорит, что он классный. То есть, вообще он классный, он интересный, он постоянно общается с людьми. А вы не такой. Он там классно одевается, а вы не классно одеваетесь. Он там классно танцует, а вы не классно танцуете. Ну, то есть, он на фоне вас себя завышает, и он озвучивает это, а потом вас занижает. Это тоже признак токсичности. Это тоже признак неуважения у вас. Еще один признак – это когда ваши границы все время подвигаются. Все, что перечится, в общем-то, это тоже как раз является вот атакой на ваши границы, да. Но я говорю о том, что человек начинает делать это постоянно, безостановочно. Он, вы просите не делать, он продолжает это делать. То есть, он игнорирует все, что вы свои пожелания озвучиваете. Он тоже это игнорирует. Все равно он делает то, что он хочет, и неважно, как вам плохо или неплохо. Это тоже признак токсичности. И еще один признак – это то, что он конфликтует. То есть, он легко может с вами пойти на конфликт. Легко может там какое-то грубое слово вам сказать, да, агрессивничать, а потом успокоиться. Это тоже признак токсичности. Еще один признак токсичности – это то, что вы боитесь с этим человеком сама раскрываться. Вы боитесь что-то сказать интересное. Вы больше молчите, потому что вы думаете, что отгребете, да. Потому что человек что-нибудь может сделать. Потому что, ну, опять же, по всем признакам, которые я ранее сказал, они как раз все на это и влияют. Вы боитесь этого человека. Но продолжайте с ним дальше общаться. И последний признак токсичности – это после общения с таким человеком вы приходите домой, и вы разбиты, усталые. Такое ощущение, что как будто из вас что-то высосали, да, как будто нет больше энергии. Вот такое ощущение, что как будто капец, все, я устал, я хочу просто лежать. Это тоже признак токсичности. И еще один признак токсичности – это то, что человек открывает такие темы, говорит на такие темы, которые вам неприятны. Он знает, что эта тема для вас неприятная, но он все равно продолжает на этой теме говорить. Периодично он все равно эти темы поднимает. а вам все так же неприятно. Здесь колит, неприятно тогда. Но что же поделать? Такой тон токсичный. И что с этим делать? Если среди ваших друзей, знакомых, коллег по работе, родственников есть такие люди, которые вот все, что я перечислил, или большой процент, то, что я перечислил, присутствует в этом человеке, все, что вы можете делать, у вас всего лишь два пути. На самом деле, всего лишь два. Первый путь – это поставить человека на место. То есть правильно, технично, с помощью определенных технологий говорения вы человека ставите на место. То есть технологии по конфликтам. Помимо этого, вы прокачиваете свою внутреннюю силу, внутреннее состояние, чтобы человек даже не думал о том, что он может на вас это все применить. И второй вариант, что вы можете сделать – это просто отрезать этого человека. То есть вы перестаете с ним общаться. Можете не резко, можете постепенно, по чуть-чуть, просто сокращаете дистанцию, сокращаете время общения с этим человеком. Нет третьего варианта, который все агитируют и пропагандируют. Часто специалисты это говорят. Третий вариант – это когда договориться с ним. Можно дать ему чуточку тепла и любви, тогда все сразу станет хорошо. Нет, ребята, с такими людьми не договориться, к сожалению. Много раз пытался и мои друзья, знакомые, мои ученики пытались договориться с такими людьми. Так это не работает. У вас два варианта – либо отрезать, либо поставить человека на место и защищать себя и своей границы. Напоминаю, у меня есть Телеграм-канал, там очень много интересных сообщений. Это даже не Телеграм-канал, это Телеграм-чаты. Мы обсуждаем много полезных, разных тем. Я скидываю тоже интересные всякие разные свои мысли, которые не попадают на YouTube-канал. Поэтому туда можете подписаться, можете почитать, можете также принять активное участие в обсуждении. Также у меня есть страничка ВКонтакте, там я веду свои практики индивидуальные. Помимо этого у меня есть паблик ВКонтакте, у меня есть Facebook и у меня есть Instagram. Телеграм-канал. Ты снимаешь меня? Телеграм-канал. Пока, пока, пока.